вы давно хотели узнать как делают такие фотографии и наверняка считали что это что-то запредельное и фантастическое но сейчас вы увидите как это делается легко и быстро мы обработаем с вами все три фотографии фотошопе а если ты потом захочешь вернуться к тому или иному разделу повторно то сможешь воспользоваться тайм-кодом который будет в описании все материалы к уроку вы сможете скачать по ссылке под видео и потренироваться в обработке вместе со мной и не забудь подписаться чтобы первым получать уведомления о полезных для тебя тьют их по обработке фотографий и так друзья с вами серджио мы здесь занимаемся обработкой фотографий и делаем мир красивее и круче короче поехали итак друзья мы фотошопе перед нами первая фотография и первым делом что мы делаем это создаем копию слоя тащим слой на иконку которая находится слева от корзинки в виде пустого листа далее идем фильтр размытия радиальное размытие метод выбираем линейный качество наилучшее количество меняем на 80 и у нас с вами появляется вот такой вот квадратик в виде мишени и как вы видите что лучи у него распространяются из центра вот она самая центральная точка откуда распространяются лучи по сути дела вот этот квадрат и то есть не что иное как наше изображение но несмотря какого формата будет изображение книжного альбомного или соотношением один на один иконка все равно будет вот виде вот такого квадрата теперь давайте проанализируем откуда должны исходить лучи ну конечно же центр должен быть вот здесь вот краешек этого поезда и соответственно нам вот здесь вот нужно подобрать такое значение чтобы она корректно отобразилась виде лучей на нашей фотографии если вы потянете левой кнопкой мыши вы увидите что центр передвигается и давайте мы попробуем подобрать правильное значение я думаю что должно быть где-то так нажимаем ok фильтр не спеша отрабатывает а теперь давайте проанализируем что у нас получилось и так центр откуда распространяются лучи он оказался вот здесь вот это не совсем корректно ну к сожалению фотошопе этот инструмент работает таким образом что его приходится подбирать вручную я свой фотошоп еще не обновлял у кого стоит photoshop 20 21 напишите в комментариях реализовали ли там исправление данного инструмента итак друзья нас это дело не устраивает нам важно запомнить где у нас появился центр нам соответственно нужно будет перетащить немного вверх и немного вправо теперь идем в редактирование нажимаем шаг назад или нажимаем сочетание клавиш alt control z фотография вернулась в исходное положение идем фильтр размытие радиальное размытие и перетаскиваем центр в то место откуда должны сходить лучи окей и так друзья смотрим вот здесь находится наш центр меня это все равно не устраивает ну что ж попробуем еще раз возможно с третьей попытки у нас получится и шаг назад фильтр размытие радиальное размытие и еще чуть-чуть вправо и немножко вниз как-то так окей ну наконец-то друзья с третьей попытки мы попали в нужное место но у меня вот здесь вот немножко рваные лучи и что же делать в таком случае в этом случае нам применение фильтра можно повторить и для того чтобы мы не делали лишних движений у фотошопа есть такое решение если вы нажмете вот сюда фильтр то у вас на самом верху панели будет написано ваше последнее действие и это последнее действие именно с такими настройками которые вы туда ввели и мы с вами просто навсего на эту фотографию наложим еще один такой же эффект либо нажмем сочетание указанных клавиш alt control f и так радиальное размытие и так теперь эффект наложился поинтереснее наше следующее действие идем в нижнюю панельку кликаем на значок маски у нас применилась маска далее мы выбираем мягкую кисть смотрим чтобы цвет был черный жесткость у кисти выставляем 50 процентов непрозрачность и нажатия ставим сто процентов квадратными скобками увеличиваем или уменьшаем размер кисти и аккуратными плавными движениями меняя размер кисти накладываем маску на изображение с лучами если вы посмотрите на маску вы увидите вот этот вот черный участок за счет использования маски мы с вами с верхнего изображения с лучами аккуратно стираем наложенный эффект по сути дело проявляя нижнее изображение в тех местах в которых нам необходимо можете выйти за край ничего страшного дальше сочетанием клавиш control плюс мы с вами увеличиваем изображение зажимаем пробел у нас появляется лапка мы теперь можем двигать изображение влево вправо вверх вниз чтобы нам было удобнее кнопочкой x смотрите чтобы вас раскладка была английская иначе горячие клавиши могут не работать x у вас меняется вот здесь обратите внимание цвет черного на белый и когда мы выбираем белый цвет мы с вами можем вернуть изображение с лучами к исходному варианту то есть подвинуть его фактически ближе к контуру вот этого поезда смотрите чтобы у вас была активная маска она должна быть обведена вот такими вот уголками если вы случайно перейдете на изображение то ваша кисть будет работать по изображению и так следим за этим маска должна быть активная если аккуратно не получается ничего страшного изображение увеличиваем кисточку уменьшаем самое главное следите чтобы у вас не оставалось ореолов аккуратненько работаете кистью если вы залезли на поезд слишком сильно ничего страшного нажимаем еще раз x цвет меняется на черный и теперь аккуратно проявляете поезд задача кропотливая ювелирная но она того стоит все друзья после того как мы с вами наложили масочку мы получили вот такой вот замечательный эффект теперь давайте обработаем эту фотографию нажимаем сочетание клавиш alt control shift и теперь и нижнее и верхнее изображение наложились и объединились в одно изображение в один слой вот как вы видите он у нас здесь сейчас активный вот это вот полоска всегда показывает какой слой активный и так на нашем активном слое который мы получили мы дальше будем работать переходим фильтр фильтр камера роу и теперь делаете цветокоррекцию и тонировку как вам нравится на этом мы подробно останавливаться не будем у меня этому посвящено очень много уроков я всего лишь наложу какой-нибудь пресет и так перехожу в свои пресеты вот пожалуй этот мне нравится liberty moscow 7 но его нужно немножко доработать подвину экспозицию снизу немножко контраст сделаю изображение слегка помягче точку черного уведу немного вправо тени подвину немного влево и сделаю их более контрастными все больше ничего и трогать в этом изображении не буду нажимаем ok и так мы с вами получили вот такое замечательное изображение давайте посмотрим по порядку я зажимаю кнопочку alt нажимаю на глазик самого нижнего слоя где находится оригинал изображения и давайте теперь посмотрим и так вот такое изображение у нас было изначально вот такой эффект мы получили наложив радиальный фильтр и вот такую тонировку мы получили применив пресет liberty moscow отлично теперь давайте сохраним это изображение для печати в интернет и так нажимаем сочетание клавиш alt control shift с размер изображения выставляем таким каким требует его разместить ваша любимая социальная сеть если это instagram то его максимальный размер может быть 1080 далее ставим jpeg качество сжатия наилучшее вот здесь выставляем качество 100 тут у вас может стоять встроенный фильтр и обязательно кликаем вот сюда на галочку преобразовать в srgb для того чтобы у вас отображалась наиболее широкая палитра цветов качество бикубическая и теперь кликаем сохранить выбираете место куда вы будете сохранять вашу фотографию все друзья теперь после того как вы узнали как работает радиальный фильтр мы задачу будем понемногу усложнять и так переходим в следующее изображение что мы с этим изображением будем делать например моя страничка в instagram включает себя только изображение соотношением сторон 5 на 4 то есть книжный формат прямоугольник но что же делать когда перед нами вот такое соотношение альбомный формат ничего страшного и так делаем дубликат нашего изображения кликаем вот сюда на значок рамка дальше кликаем на рамку нажимаем правой кнопкой мыши выбираем нужное нам соотношение теперь давайте представим если у нас вот здесь будут лучи то их будет скорее всего очень мало это будет некрасиво поэтому давайте мы с вами немного увеличим наше изображение вот так мне кажется фотография будет смотреться интереснее теперь кликаем вот сюда удалить от течение пикселей и вот сюда с учетом содержимого кликаем галочку у нас получилось вот такая вот кракозябра но ничего страшного единственное что давайте мы поправим вот этот вот участок в левом нижнем углу в котором явно скорее всего лучи могут лечь не очень красиво как нам нужно выбираем обычное лассо зажимаем левую кнопку мыши и обводим вот этот вот участок конец изображения подвели к самому началу они должны соединиться и отпускаем левую кнопку мыши побежала дорожка из муравьев это то что нам нужно shift f5 выскакивает вот такая вот рамочка выбираем содержание с учетом содержимого кликаем цветовая адаптация режим нормальный непрозрачность то здесь галочку не ставим или снимаем если она у вас стоит нажимаем ok нажимаем сочетание клавиш control d дорожка из муравьев исчезла наш уголок немножко подтянулся стал поинтереснее но все равно вот это вот часть я эту часть обведу еще раз лассо shift f5 ok отлично меня это вполне устроит control d фильтр размытие радиальное размытие линейный наилучшее количество 80 где-то вот в этом месте должна находиться центральная . откуда будут исходить все лучи нажимаем ok итак друзья меня это не совсем устроило как подгонять центр изображения под нужное вам место вы уже знаете поэтому я просто перейду через черный экран и пусть вся моя рутинная работа останется за монтажом этого ролика итак друзья я с шестого раза попал в то место в которое мне нужно как быстро вы справились с этой задачей пишите в комментариях не будет интересно но я всего лишь наложил эффект один раз и теперь я его просто на всего повторю как и в предыдущем случае фильтр радиальное размытие добавляем маску как вы помните выбираем мягкую кисть цвет черный жесткость 50 процентов ну и собственно говоря ничего нового я вам не расскажу вы делаете абсолютно те же самые действия которые мы с вами прошли в предыдущей фотографии итак друзья масочку мы наложили alt control shift я фильтр фильтр камера ролл вы также обрабатываете как вам нравится я наложу какой-нибудь свой пресет но присед liberty мозг очень хорошо ложится на темные фотографии для светлых же изображений он требует достаточно серьезной доработки поэтому я выберу какой-нибудь пресет из тех которые очень хорошо ложатся на светлые фотографии например роман холидэй пожалуй номер 4 очень хорошо единственно что я бы здесь поработал еще с цветом ну например я бы я бы сделал бы поинтереснее сам наш вот этот веселый паровозик и пожалуй я чуть-чуть еще подкрашу немножко тени не наверное света вот так вот нажимаем ok и так цветокоррекция наложилось давайте теперь посмотрим какая фотография была изначально ну мы видим обрезок потому что мы поработали уже с этим слоем это всегда так происходит так дальше как вы помните у нас был альбомный формат мы из него сделали 45 и при помощи радиального фильтра наложили вот такой вот интересный динамичный эффект и потом наложили тренировку в камеру raw фильтре отлично переходим к следующему изображению итак друзья у нас есть вот такое вот изображение и мы точку откуда исходят лучи будем располагать по центральной точке объектива дублируем изображение фильтр размытие радиальное размытие окей итак друзья на это изображение я также фильтр радиальное размытие наложил два раза добавляем маску выбираем по старой доброй традиции черную мягкую кисть жесткость 50 процентов как вы помните непрозрачность нажатия 100 и теперь освобождаем нашего героя от этого эффекта и так друзья у нас получился вот такой вот эффект кстати тень под ботинками я сохранил но у нас случился здесь один казус это дым или пар от вайпа видите стал также по контуру тела давайте мы его восстановим у меня есть вот такая вот фотография такое изображение которое естественно также будет по ссылке под видео перетягиваем на наше изображение выбираем режим наложения экран выставляем так чтобы это было гармонично и красиво кликаем галочку уберем немного непрозрачность чтобы сделать его не таким насыщенным да вот так будет нормально теперь продублируем это изображение верхний слой пока отключим активируем нижний слой не выберем элемент ластик нам нужно убрать этот пар с руки и объектива камеры кликаем нам предлагают сделать вот это действие соглашаемся увеличиваем изображение и аккуратно ластиком проходим по тем местам где мы не хотим чтобы наш этот пар светился я уберу его с кожи руки из камеры отлично теперь включаем видимость верхнего изображения кликаем на слой он у нас должен быть активный нажимаем control т объект с дымом выделился перетягиваем его в другое положение чтобы он не выглядел клоном поворачиваем его в какую-нибудь в другую сторону и размещаем например вот таким вот образом кликаем галочку здесь я непрозрачность пожалуй сделаю чуть чуть поплотнее также беру ластик кликаю соглашаюсь и убираю с кожи рук из камеры отлично нажимаю control 0 изображение масштабируется по всему экрану нажимаю сочетание клавиш alt control shift е еду фильтр фильтр камера roll еду в пресеты и я хочу на эту фотографию наложить пресет которыми называется dark city пожалуй 3 самый интересный клику и на него немного соответственно нужно доработать подниму экспонирование контраст уберу влево сделаю слегка помягче белые немного прижиму точку черного еду немного вправо контраст даже еще можно немножко убавить теперь перейду в оранжевый цвет сниму немного насыщенность с кожи рук в цветовом тоне сделаю руки слегка покраснее уберу лишний желтый цвет ну и слегка наверное сделаю посветлее отлично такое изображение мне уже нравится больше ничего здесь делать не буду кликаю ok и теперь давайте посмотрим друзья итак такое изображение было изначально вот что мы сделали применив радиальный фильтр два раза кстати если у вас не получается пробуйте делать три раза ну или поиграйтесь настройками радиального фильтра дальше мы с вами добавили дым с одной стороны пар с другой стороны ну или наоборот и в конце наложили достаточно интересную тренировку и цветокоррекцию на сегодня это все если видео было полезным не забудь поставить лайк подпишись если хочешь получать уведомления о новых и полезных тьютах а если ты впервые на моем канале переходи по ссылке под видео на мой инстаграм или найди меня по имени нижнее подчеркивание корсар и после подписки на мой инстаграм те ждет подарок набор моих авторских пресетов в количестве аж 20 штук творческих высот вам друзья всем пока и до новых встреч до новых встреч